Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геми, 30-11 класс, от иносян, задание 229. В правильной н-угольной призме запишем правильная призма. Ну, то, что она н-угольная, следует из названия. В этой призме сторона основания А1, А2 равно А, а высота, ну, призма правильная, значит, она прямая, то есть каждое боковое ребро перпендикулярно основанию, и каждое боковое ребро является высотой призмы. А1, В1 равно H, и нам нужно вычислить площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности призмы, если... И у нас в пункте А, Н равно 3, А равно 10 см, Аж 15 см, В пункте В, Н равно 4, то есть призма четырехугольная, ну, параллелепипед. В пункте В, Н равно 6, шестиугольная призма с основанием 23 см, с высотой 5 дециметров. Обратите внимание, А в сантиметрах, А, Аж в дециметрах. И последняя пятиугольная призма со стороной 0,4 метра, а высотой 10 см. Итак, призма правильная, тогда каждая боковая грань является прямоугольником. Поскольку призма правильная, в основании лежит правильный янугольник, значит, все стороны его равны, а значит, и все прямоугольники, или боковые грани правильной призмы, это равные прямоугольники. Таким образом, площадь боковой поверхности будет равна количеству этих прямоугольников, а площадь каждого прямоугольника – это произведение стороны на высоту, значит, это формула боковой поверхности такой призмы. Полная поверхность, она состоит из боковой поверхности и двух оснований, площади двух оснований. Поскольку в основании призмы лежит правильный многоугольник, площадь правильного многоугольника равна 1,2 произведения его периметра на радиус вписанной окружности. Ну, и если мы все это вычислим, то площадь полной поверхности будет равна площади боковой поверхности плюс две площади основания призмы. Итак, приступим к пункту А. Пункт А, Н равно 3. Тогда площадь боковой поверхности будет равна 3 умножить на сторона 10 см на 10, высота 15 на 15. Перемножим, получим 450 квадратных сантиметров. Это мы нашли площадь боковой поверхности. Теперь найдем площадь основания. Для этого нам нужно знать периметр. Ну, периметр – это 3А и радиус вписанной окружности. Радиус вписанной окружности. Ну, у нас есть формула. Сторона правильного треугольника равна 2Р радиуса описанной окружности на синус 180 делить на 3. Другими словами, А равно Р корней из трех. Так, отсюда Р будет равно А делить на корень из трех. А радиус вписанной окружности равен Р синус 180 на 3. Да, 180 на 3. То есть это получается, что… Нет, Р косинус 180 на 3. Получается, что Р равно 1 вторая Р большое или Р будет равно 1 вторая от А делить на корень из трех. Так, это мы вычислили. А тогда площадь основания будет равна 1 вторая умножить на периметр. Это 3А. Ну, давайте пока так напишем. 3А умножить на А делить на 2 корня из трех. И это будет равно 3А в квадрате делить на 4 корня из трех. И подставим сюда А. А – это 10. Значит, 3 на 100 делить на 4 корня из трех. И если мы вычислим, получим приближенное значение 43,35 квадратных сантиметра. Это мы вычислили площадь основания. Тогда площадь полной поверхности будет равна площади боковой поверхности 450 плюс 2 умножить на 43,35. И это будет равно 536,7 квадратных сантиметров. Итак, мы нашли площадь полной поверхности и нашли площадь боковой поверхности. Пункт В. В пункте 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 В. Тогда площадь боковой поверхности будет равна 4 умножить. Так, все у нас в дециметрах. А – это 12. А – это 8. Перемножим, получим 384 квадратных сантиметра. Давайте сразу обведем результат. Теперь нам нужно вычислить площадь основания. В основании лежит правильный четырехугольник, то есть квадрат. Тогда площадь основания будет равна квадрату его стороны, а в квадрате. А – это у нас 12. 12 в квадрате – это 144. Тогда площадь полной поверхности будет равна 384 плюс 2 умножить на 144. Это будет равна 672, и это квадратных дециметра. И здесь у нас тоже квадратных дециметров. Вычислили. В. Н равно 6. Тогда площадь боковой поверхности равна 6 прямоугольникам. А у нас 23 см, аж 5 дециметров. Тогда мы 23 см дециметров запишем, 2,3, и на 5. Это будет 69 квадратных дециметров площадь боковой поверхности. Теперь площадь основания вычислим. Для правильного шестиугольника его сторона равна радиусу описанной окружности. А радиус вписанной окружности равен R на косинус 180 делить на 6. Тогда это получается R корней из 3 делить на 2. То есть это будет равно А корней из 3 делить на 2. Это мы вычислили радиус. Теперь найдем площадь основания. 1,2 умножить на периметр 6А умножить на А корней из 3 делить на 2. Ну, сократим 6,2. Получим 3 корня из 3А в квадрате делить на 2. Подставим 3 корня из 3А. А это 2,3 в квадрате делить на 2. Если мы все это умножим и разделим на 2, получим приблизительно, конечно, 13,74. Это в квадратных дециметрах. Теперь площадь полной поверхности равна боковая поверхность плюс 2 основания. 2 на 13,74. Это будет равно 96,48 квадратных дециметров. Это полная поверхность. Ну, и последний пункт. Г, Н равно 5. Площадь боковой поверхности. 5 прямоугольников. Стороны 0,4 метра и 10 сантиметров. Ну, все в метры выразим. 0,4 на 10 сантиметров. Это 0,1 метра. Тогда у нас получится 0,2 квадратных метров. Это площадь боковой поверхности. Теперь нам нужно вычислить площадь основания. Ну, итак, сторона правильного пятиугольника равна 2r радиуса описанной окружности на синус 180 градусов разделить на 5. Тогда отсюда r будет равно а делить на 2 синуса. 180 на 5 – это 36 градусов. Нам нужно найти радиус описанной окружности. Он равен радиусу описанной окружности, умноженному на косинус. 180 на 5 – это 36 градусов. Тогда отсюда r будет равно а делить на 2 синуса 36 градусов. И в числителе косинус 36 градусов. Это будет равно а делить на 2 тангенса 36 градусов. Давайте сразу вычислим радиус описанной окружности. Итак, а у нас 0,4 числителя 2. По таблице найдем значение тангенса 36 градусов. Это 0,7265. И тогда тангенс будет равен… Радиус будет равен 0,275 метров. Все у нас в метрах. Тогда вычисляем. С основания будет равна 1,2 умножить на 5а. 5а – это 0,4. Так, и умножить на радиус 0,275 метра. Это будет равно 0,275 квадратных метра. Ну, потому что 5 на 0,4 – это 2. И разделить на 2 – это будет 1. Ну, и теперь площадь полной поверхности. Она равна площади боковой поверхности плюс 2 основания. 2 умножить на 0,275. Умножим. Получим 0,75 квадратных метров. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.